Продолжение следует... Вот так они его схватили и унесли. А он не может кричать. Он не мог кричать. Вот поэтому и украли. Кто ворует пингвинов, друзья? И как купить квартиру в Европе за 50 евро всего? Обо всем расскажем в хорошем утре. Нина Манчинская. Привет! Всем привет! Просыпайтесь, улыбайтесь. У нас есть чем вас улыбнуть. У нас прекрасные новости в хорошем утре, потому что мы такие тоже вот прекрасные. Вот, дошла до дивана и могу выдохнуть. Да, но на самом деле про пингвинов это все правда, о них расскажем чуть позже. А пока поговорим про дешевые квартиры в Европе. Действительно, за 50 евро можно на аукционе купить квартиру. Это примерно 3,5 тысячи рублей. Да, в эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, где любой человек может купить квартиру практически за бесценок. И вот начальная стоимость как раз 50 евро. То есть выставлено жилье, которое никому по сути не нужно. Либо это квартиры в убитом состоянии, либо то жилье, которое досталось людям по наследству, и они не собираются там жить, забирать его. Вот так выставляют на аукцион и получают за это все 50 евро всего. Конечно. Причем частенько у них проходят такие аукционы. Друзья, это не первый раз, и люди активно... Кто-то вообще отдает бесплатно квартиру. В прошлом году буквально одна жительница Литвы, посчитав расходы на содержание своей 4-комнатной квартиры, решила, что да ну и вот, отдам ее бесплатно. И действительно выставила объявление о том, что кому нужна, забирайте. Просто зарегистрируйте жилье на себя и сами платите такой большой налог. Обалдеть! Вот что хочется просто сказать, других эмоций просто нет. На самом деле, для того, чтобы приобрести квартиру, ну как, ну виза нужна. Да, ну и вообще приехать туда нужно. Мы всегда агитируем людей путешествовать не потому, что, да, это как-то круто, модно, нет. Вы же таким образом расширяете свои горизонты, не обязательно это делать в сезон, не обязательно огромный бюджет, но вот действительно, Маша права, с визой иногда бывают какие-то страхи появляются. Небольшие проволочки, проблемы, страхи, да. Да, на самом деле ничего в этом страшного нет. И об этом нам расскажет наш хороший утренний эксперт Ирина Демченко. Эксперт по путешествиям. Давайте хороший совет посмотрим. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как сделать визу в ту страну, куда она требуется. Самое главное правило абсолютно для всех стран, это показать, что у вас есть намерение, цель для вашей поездки, и что вы намерены вернуться обратно. Для этого большинство стран требует, чтобы вы предоставили свои фотографии, справку из банка о наличии средств достаточных, для того, чтобы вы могли прожить комфортно на тот срок, который вы заявили в своих документах. Обязательно приложите билеты, бронь отеля или того места, где вы будете проживать, приложите справку с работы. Это подтвердит, что у вас нет иммиграционных намерений, и вы намерены вернуться назад в страну. Обязательно сделайте страховку. Причем страховку желательно делать даже в те страны, куда виза не требуется, потому что ситуации бывают разные. Обязательно нужно о себе позаботиться заранее. Ну и, конечно же, самый главный совет – не нервничать при прохождении паспортного контроля, потому что на это пограничники обращают больше всего внимания. Виза делается обычно от 7 до 10 дней. Некоторые страны требуют записи в посольство, например, США. В России запись сейчас довольно долгая – до 300 дней. Но вы всегда можете выехать, например, во Владивосток или в другую страну, где запись будет гораздо быстрее, и вы сможете пройти собеседование без всяких проблем. Единственное, что именно для США не нужно предоставлять бронь билетов и отелей. Нужно просто спокойно пообщаться с офицером, который уже и примет решение по вашей визе. Быть спокойным и убедительным доказать, что вы не собираетесь там оставаться, потому что вот это на самом деле главный критерий при принятии решения. Ну а если вы соберетесь в Австралию, то вам придется выехать в какую-то ближайшую страну, потому что в России сейчас посольство не функционирует. В любом случае визой нужно озаботиться заранее, хотя бы за две недели, для того, чтобы вы успели ее спокойно получить и уже не нервничать перед вылетом. Желаю вам комфортных и спокойных путешествий, ярких эмоций. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое, Ирина. Но вот есть на свете люди, которым визу лучше вообще ни в одну страну мира не давать. Потому что они отвратительные туристы. У нас есть рейтинг таких туристов. И сейчас мы вам расскажем, что люди вытворяют в других странах. Да, вот, например, на первом месте похищение пингвина. Это все правда. В 2012 году два британских туриста были реально арестованы за то, что они из парка отдыха в Австралии утащили пингвина. Да, кошмар. Это ладно, еще пингвина утащили. Ламу утащили. Ламу, понимаешь? Люди утащили для того, чтобы ее на трамвай покатать. Можете себе представить? Еще и выложили фотографии в соцсети. Ну, конечно, обнаженные фотографии. В Камбодже. На минуточку, да? В общем, молодцы. Не лучшее место выбрали. Кража уха у статуи на острове Пасхи в 2008 году произошла. Уха. Вот. Вот от этой статуи оторвали ухо. Не маленькая статуя. Видите, да? Почему-то непонятно. Да, еще надписи на стене древнего храма, например, в Луксории произошли в 2013 году. Здесь был. Да, так и было. Здесь был. И имя парня из Китая. Ему 15 лет. Он проплакал всю ночь за то, что его арестовали. Как раз вот за такую надпись. Древнем его за это нужно было. Вот честно, ну как так можно? Ну, очень странно, да. Ну и, конечно, здесь, мне кажется, это должен был быть российский турист. Человек спал на ленте-конвейере в аэропорте. То есть, вы где багаж получаете, знаете? В смысле? Вот эта лента, которая едет? Да. Ну, знаете, предполагается, что он заснул, когда она не двигалась. А потом люди прилетели, хотели получить свой багаж, и его никто не забрал. Никто с ним не летел, как с багажом. И вот так-то и выяснилось, что действительно он никакой не чемоданчик. А мне кажется, он просто устал. Он просто устал, потому что не был в хорошей физической форме, друзья. Слушай, ну и вообще, чтобы пингвина или ламу откуда-то утащить, тоже нужно быть весьма спортивным человеком. Мы, конечно, вас не агитируем воровать животных ниоткуда. А вот поддерживать спортивную физическую форму, хорошую, чтобы быть здоровым, обязательно. Поэтому каждый понедельник мы начинаем с зарядки. А я штаны забыла, зарядочные. Ну, будешь без штанов? Друзья, чтобы быть такими же стильными, тренированными и очень накачанными, как мы, сильно стараться не нужно. Но мы в понедельник привыкли к зарядке, поэтому сегодня у нас в студии Андрей Кадин, фитнес-тренер. Фитнес-тренер, посмотрите, какой красивый! Привет! Привет, мой хороший! Андрей, ну предлагаю сразу выяснить, чем мы сегодня будем заниматься. Функциональные тренинги или силовые упражнения? Сегодня мы с вами для начала изучим ряд упражнений, а потом их объединим в функционал. Так, в общем, прокачаем все мышечные группы, задействуем. Сначала мы каждое упражнение разберем, облегченные тяжелые варианты, а потом объединим, и вы посмотрите, как вы будете. Звучит ужасно, поехали! Звучит ужасно, значит, давайте начнем, как правило, с разминки, да, давайте быстрый, быстрый, ускоренный комплекс. Значит так, потянулись наверх, наклонились вперед, присели, встали. И продолжаем. Сложная разминка. Два, три, четыре, и продолжаем немножко, темп увеличиваем. А, вот так? Да, еще раз. Друзья, кстати, дома все это можно делать абсолютно легко, никакого оборудования специального мы не используем. Да, если вы сопутались, как я, тоже не страшно. Немножко покручим плечевой пояс, покрутили. Плечики, плечики, разминаем. Так, отлично, локти. Так, локти расставим, стоп. Тут самое главное, дойти друг от друга подальше. Повороток, повороток, повороток. Повороток, повороток. Поворачивайся, Маш, туда-сюда, туда-сюда. Друзья, мы надеемся, что вы вместе с нами начинайте это утро с зарядки, чтобы быть сильными. В другую сторону, девочки. И здоровыми. Так, пока все легко. Круговые движения тазом, самые тяжелые движения. Если помогать руками, то они такие уж и тяжелые. Если вы делаете так. Коленный сустав разомнем. Так, ножки пошире поставили, да, и каждая коленочка. В смысле, так что? Нет, только ты вовнутрь делаешь, а мы наружу почему? Снаружи делаем, не принципиально, мы потом вовнутрь будем делать. Вот, теперь вовнутрь. Все, похлопали друг другу. Разминка закончилась. Разминка. Значит, первое, на первый взгляд, легкое упражнение, как все говорят, но потом после 20 повторений, если я считаю, по-другому немножко. Значит, выглядит оно абсолютно просто, поставили перед ковром, ноги на ширине плеч, опираемся ручками, перебираем, волной ложимся на коврик и также волнообразно встаем. Кто сказал, что это простое упражнение? Покажете прямо в фотке? Многие их тут говорят. Давайте я еще покажу облегченный вариант для тех, у кого плечевых пояс сильно болит. То есть облегченный вариант, он будет выглядеть практически то же самое. Мы перебираемся руками до упора лежа. И плюкаемся. Становимся на колени. Потом перебираемся и встаем. Опять с колен на четвереньки и встаем. Мы попробуем волной, да, Нинь, сначала? Давайте, вы самые тренированные, вы будете делать тяжелый вариант, а я буду легкий вариант. Давайте, девочки, три, два, один, побежали, ручками побежали, легли полностью. Быстрее, девочки, быстрее. Иван, а как быстрее? Один, еще раз. Один? Мы что, считать будем? Давайте еще один разок. Быстрее встаем. Кому тяжело, делает облегченный вариант. Кому тяжело, делает облегченный вариант. Далее, следующее упражнение к нашему комплексу. Наша задача лечь на бочок. А может, вы можете ко мне лицом? А я к вам лицом. Маш, извини. Как вы могли заграть на пряжке? Лежим, ручка закинулась за голову. Одна ножка прямая, колено согнута. Чайки, крича. Колено туда, смотри, давай колено согнута чуть-чуть. Ага, Манец. Ножка над ножкой. А теперь поднялись. Нож, ручку тянем за голову. А, вот так? И теперь выполняем сгибание колена. И выпрямляемся. И продолжаем. Самая главная задача туловищем для работы. Не только ручкой. О, Господи! И один, ускорились. Два, три, три. Смотрите, вот камера как будто бы вас сейчас снимала. А как будто в море купаться пошла. Все, а теперь надо развернуться. Развращаемся. Маш, теперь я буду смотреть, как ты правильно выполняешься. Давайте, я немножко помогу. Поднимаемся, поднимаемся. Поднимаемся. Вот, выполняем скручивание. Вот так, туловище помогает. Да, только мы до конца не ложимся. Вот так вот. И развели. Все, отлично. Вы не помогаете. Вы делаете сложно. Все. Так, поднимаемся. Поднялись. Ручка. И сгибаем. Отлично. Один, два, три, четыре. Все, я устал. Мы устали. Раз Андрей устал, давайте перейдем к следующему упражнению. Молодцы, молодцы. Так. По пять раз каждую сторону будем выполнять. Ага. Следующее незамысловатое упражнение. Да, конечно. Сумо-приседание, либо плие-приседание. Ага. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Поднялись. И раз, два, три, четыре, пять. Поднялись. И раз, два, три, четыре, пять. Встали. И у нас остается буквально очень мало времени. Вот. И теперь мы объединяем этот комплекс. То, что мы изучили все три упражнения, и мы их прогоняем. Теперь мы выполняем каждое упражнение по 10 повторений. Вы готовы? Три. Давайте по пять, пожалуйста. Два. Давайте по пять, хорошо. Я еще раз посмотрю. Делайте быстро, я просто посмотрю. Готова? Да. Тогда тебе штрафной круг. Да, хорошо. Хорошо, три, два, поехали. И один. И два. И три. Сколько? Три, да? Еще раз. Четыре. Крайний. Пятый. Давай, Нина! Да! Сразу встали. Молодец. 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 О, давай лицом друг к другу. Как будто на пляже. Вот, отлично. Поднялись. Ручку. И один. Один. Три, два, три, четыре, пять. Вернулись на другую сторону. Можно вот так развернуться. И поехали. Один. Два. Хоть считай. Три. Четыре. Четыре. Пять. Встали. И выполняем. А вы не классные, я сам поделаю. Два. А это для чего упражнение? Это для тех, кто занимается спортом, масса. Один. То-то у меня все-таки легко получилось в начале. Это упражнение задействует приводящие мышцы, ягодичные мышцы. Вот. Это очень важные мышцы для девочек. Еще одно повторение. Один. Вот сейчас как раз снимают мои приводящие мышцы. Три, четыре, пять. Все, немножко подышали. Все. Вот и все. Закончилось у нас время, друзья. Но ничего, мы же не расстраиваемся. Спасибо огромное. Спасибо. Вы классные. Друзья, не переключайтесь. Если вдруг не устали, еще раз заходите на сайт нашего телеканала kubanv4.tv и просто заново прогоняйте эту программу. Сейчас вы безбортов, это погода, просто факты. Потом вернемся в нашу студию и узнаем, для чего нужно есть определенные продукты для сердца. Да? Ну все. Да. Вот именно это и узнаем. Просыпайся, улыбайся, вместе с нами огромному миру. Хорошее утро, хорошее утро. Как правильно провожать почтальона и как решить дела сердечные с помощью еды. Мы с ним влюбим. Да, об этом расскажем. Хорошее утро. Ваша крайняя Нина Манчинская, просыпайтесь вместе с нами. Вот так одновременно. Раз и все. Кстати, все просыпаются по-разному. Кто-то переводит будильник на 5 минут попозже, кто-то вообще выключает его и спит себе спокойно дальше, потом в ужасе встает часов в 12, а кто-то просыпается вот так. Давайте посмотрим прямо сейчас на экран. Кошечка спокойно себе спала. Спала, никого не трогала. Не узнала, не узнала своего хозяина, бедная несчастная киса. Ой, на самом деле, знаете, я ее понимаю. Я как-то раз на дверь платье белое повесила, и ночью случайно стала водички попить. Знаете, седая обратно пришла. Короче, друзья, если вы вдруг тоже как-то необычно любите будить своих животных, вы, пожалуйста, просто так не будите. Вы обязательно снимайте это все безобразие и нам присылайте. Мы с ним такое очень любим. А ведь наверняка сегодня был вот такой подъем у кого-то, потому что понедельник у нас, начало новой рабочей недели. И вот если у нас она начинается так бодро и весело, то у одного мужчины, почтальона, в прошлой неделе началась достаточно грустно, потому что, ну, вот в пятницу у него был последний рабочий день. 35 лет человек отработал почтальоном на одном и том же районе. Зовут его Флойд Мартин. И вот в последний рабочий день он, естественно, решил также традиционно объехать всех своих, ну, клиентов, если можно так назвать. Но мужчине устроили абсолютно необычный прием. Серьезно? Из каждого дома вышли абсолютно все семьи. Почтовые ящики украсили его именем, шариками. И в каждом доме посылку передавали ему. Вот такие подарки небольшие. И сами жители района рассказывают, что Флойд стал за 35 лет настоящим другом. Он знает всех детей, внуков, собак, кошек подкармливает. Хотя мужчина максимально скромный. Да, очень такая трогательная история. И он говорит, что наоборот, у него нет семьи, и эти люди, они... Прекрати, Нина, это не важно, посмотри. Они всегда ему помогали, помогали чинить машину, приглашали на ужин, на праздники. Он ходил то в один дом, то в другой. То есть люди действительно устроили такие проводы с работы человеку и обещают, что общение их на этом не закончится. Я свербит на прекрати сейчас же. Это прекрасная новость. Но, правда, я человек очень с этимитами, я такой не могу. Ну, перестанет. Вот Флойд будет жить очень долго-долго-долго, потому что такие позитивные эмоции он испытал разом, сразу пачку. Значит, сердце у него будет работать долго. Вы тоже можете наладить работу сердца или хотя бы поддержать его. А я знаю, кто поможет. Эксперт наш хороший утренний, кардиолог Крымой клинической больницы, номер один, Зоя Татаринцева. Доброе утро. Время поговорить о здоровье. Тема сегодняшней беседы – правильное питание. Правильное питание является фактором риска и модифицируемым фактором риска для развития инфаркта, инсульта и гипертонической болезни. Человек, который в своем рационе питания использует большое количество жирной, жареной, копченой, соленой пищи, неминуемо приводит к тому, что у него в более раннем возрасте разовьются грозные заболевания, заканчивающиеся летальностью. К правильному питанию относится прежде всего сбалансированное питание. При этом в рационе должны присутствовать 15% белков, не более 30% жиров, остальные пропорции могут отводиться углеводам. В рацион необходимо обязательно включать свежие овощи, фрукты, ягоды, нежирные сорта мяса – это крольчатина, индейка. Избегать таких сортов мяса, как жирная свинина, жирная говядина. Необходимо питаться морепродуктами, но надо помнить о том, что в креветках содержится большое количество холестерина, поэтому от креветок следует воздержаться. Также надо избегать жирных молочных продуктов. Если мы употребляем молоко, творог, сметану, то только обезжиренные данные продукты. Очень полезны для организма орехи, но надо помнить о том, что орехи являются высококалорийными продуктами, поэтому у лиц со склонностью к избыточной массе тела необходимо ограничивать потребление орехов. Берегите себя, будьте здоровы! Спасибо большое, Зоя! Ну и мы с Машей прямо сейчас продолжим тему еды и сердца. И еще гостей хороших. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем и проверим, кто у нас там в углу стоит. Володя! Ура! Владимир Шабарин, шефур кафе-маркета правильного питания, потому что Владимир заботится о сердцах своих посетителей, клиентов и друзей из своем, да? Всех наших. Персик можно взять? Да, конечно, можно. Серьезно? Из знакомого. Когда приходит Владимир, сразу смотрим, что на столе есть из знакомого. Персики, нож, цветочки. Колокольчик и черноврывцы. Вода и клубника. А черная смородина? И черная смородина. Царица витамина С. Чтобы был румянец, нали... Ц. Все верно, да. И термостатный йогурт. Термостатный йогурт и вот что? А что это такое? Это наш любимый сироп топинамбура. Мы все-таки это правильное питание, сахар не используем. Но мы команда, ты начинаешь, мы заканчиваем. Естественно. А я ем. Давайте так, девочки. Мы сегодня готовим с вами смузи-бол. Это что такое? Что такое смузи? Болл это мячик. А смузи? Смузи. Ну, пусть будет так. Мама говорит, прочитай, узнаешь. Вот, мы с вами используем блендер. Смесь орешков. У нас здесь какие орешки? Кедровые. Кедровые фисташки. Ну, сыпем? Давай. Кедровые фисташки. Не, ну подожди, мы не выясним, что такое смузи-болл. Это что-то... Это что-то такое круто. Нет, смузи-болл сейчас очень по такая темка модная, типа там, везде на островах. Балансированный такой. Как можно и смузи сделать болл? А мы возьмем и положим, может, чтобы есть ложка. Вот так, скажем. А-а-а. И бок с ним с боллом, да? Смузи-каша тогда. Смузи-каша, пусть будет так. Черную смородинку засыпаем. Так, все. Нет, чуть-чуть. Половинку оставим. Нет, оставим чуть-чуть для украшения. Да, еще сыпь, не жмись. Ну... Чуть-чуть оставить, хватит. А-а-а, ну, конечно, сам настращался. Да-да-да. Клубничка. Без чего? Без... Краешков. Сахара. Да-да-да, ну и без сахара. Только бросайте. Бросаем. Буду помогать. Давайте, естественно. А ее всю или... Оставим одну стушку, чтобы сверху положить, чтобы было видно, из чего. Красивую нужна. В чем фишечка смузи-бола? В том, чтобы украшать тем, из чего они состоят. Ой, ой. Чтобы что... Украшать тем, из чего состоят. Да, нормально. То есть у нас есть смородина, есть клубничка. Оставили. Оставили. Немножко тало-ледниковое, естественно. О-о-о, прямо с ледника? Ну, естественно. Маш, давай. Матюшки. Вот это да. Сколько? Да чуть-чуть. Все, хватит. Все. О, правда? Конечно. Ледниками помню. Сейчас посмотрим по консистенции. Йогурт термостатный наш. Так, а его сколько нужно? Весь. А, я тогда и не буду. Украшать не будем йогуртом, сто процентов. Ну, да. Давайте, давайте. Все, все, сейчас сделаем. Персик добавим? Ну, так Маша его съела. А, второй, пожалуйста. А украшать? Половинку добавим, половинку оставим. Давай, я его... Прям дерзко. Можешь дерзко? Я могу дерзко. Испачкать больше свой наряд, да? Он не может дерзко. У нас есть куча ножей. Да, действительно. Так, Маша, отодвинем. Вон что наш. Еще пока не готовый смузи-болл. Красивый. Да. У нас такая замедленная съемочка. А ты расправила. А я вот так сделаю, смотри. Как там Ольга Бузова поет? Ну, конечно. Почему бы и нет? Это профессионализм. Мне кажется, разломали. Просто подумать же можно. Слушай, ты на что намекаешь? Я просто говорю. Ты мне сказал пополам разломать. Была проверка, проверка. Так, ну что? Ну ты же понимаешь, да? Естественно. Мы все понимаем. Сейчас прячем лишнее. Давай. Надеюсь, тебе... Закрываем. Надеюсь, тебе страшно. Закрываем. Опа, какая штучка. Закрываем. Опа, Нина, мы сразу... Хорошо, я когда-то про бабушек говорил, да? Подожди, а вот сюда ничего мы не будем вставлять? Сюда уже вставлено, что нужно. Хорошо. Здесь такая невидимая волна. Хорошо. Так, врубаем наш блендер. И измельчаем. Ох, че, да! Оставим маленькие кусочки, давайте? Давайте, чтобы в зубах застревали. Все верно. Обязательно нам же продолжать вести нашу передачу. Сейчас мы будем улыбаться. Теперь легким движением руки. Клубничку мы, знаете, что сделаем? Давайте ее немножко порежем красивенько. Есть идеи? Есть. Я тебе не верю больше. Поломаешь пополам? Ладно. Я тебе не верю, да? Вот тонкими. Как нравится, как улыбается? Не верь ему, Нина. Прекрасно, вообще, идеальная нарезка. Маш, скажи ты, я ему не верю, потому что он сейчас скажет опять что-то. Прекрасно, конечно, прекрасно. Но, как говорится, совершенству нет предела. А я знала, что будет но. Вот, пожалуйста, идеальные момчики-клубники. Да. Ой, красиво, как сердце. А сахарку давай, сладости немножко забыли, да? А, сироп топинамбура. Давай вот сюда, конечно. Сколько? Послаще или так себе? Так себе. Лейте. Так себе, Ленина. Все? А мне кажется, что ягодки и так сладкие. Зачем он топинамбур? Ну, будет круче. С топинамбур, да что? Натуральный пребиотик. Ну, классное название еще, понимаешь? Классный, но на самом деле он более полезен, чем сахар. Конечно, не грамма сахара. Ты даже не дослушал, что я тебя спрошу, и сразу конец. Я знал, что скажешь знакомые истории. Многие спрашивают, лучше, чем сахар или нет. Нет, я хотела спросить, он полезен, чем клубника? Конечно. Серьезно? Натуральный пребиотик, так сказать. Так это же глюкоза там, да? Не грамма глюкозы. А что там? Там секретный ингредиент. Вот это всегда так делать. Так, вливаем, вводим. Давайте, давай. Давай, я и Ваня. Давай. Профессионал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А там это не тра-та-та, я вам скажу. Нормально, нормально. Весь выливает? Конечно, мы же для себя же любимых. Конечно, с горкой. Я предлагаю раз для себя еще вышкрепсти. Да, я приготовил ложечкой. Вот этой. Или пальцами, смотри. Можешь попробовать. Так, помоги, пожалуйста. Хоть что-нибудь ты можешь сделать, пожалуйста, Вов? Конечно. Как-то я, знаете, все время на кухне говорю, Африка голодает, а мы выбрасываем. Это точно. Поэтому. Как красиво. Не знаю, вкусно ли. Ну так, я могу забрать с собой. Нет. Теперь что мы делаем? Помните, я говорил, да, украшаем то, что состоит? Ягодки, смородинка, клубничка. Прямо как нравится. Серьезно? Орешки. Конечно. Мы проявляем свою творческую натужу. Натужу. Давай, черная смородина. Ягодками. Давай. А подожди, они провалились. Ничего страшного. Ну нет, мы-то знаем, что они там. Можно все, да? Да, конечно, можно. Мы же для себя делаем. Да, вот так. Вот прям и... Да, вот. Клубничка. Серьезно, как красиво. А я... Цветочками. Буду цветочки. Давай, Нюшка, персик резану. Давай, резани. Там одна. Это одна. Это на себе, на потом. Конечно, вспомнишь. А-а-а-а. Как красиво. А что это такое? Это фиолетовые, это колокольчики. Так. А-а-а, как красиво. Желтые, это чернобрывцы. Чернобрывцы? Чернобрывцы. Чернобрывцы. Брывцы. Ну, просто смешно звучит. Да. Они все съедобные, естественно. Так, украшаем. Так. Проявляй художественную свою натурку. У меня очень художественная натурка. Вообще не сомневаюсь. Посмотри. Свободное падение. Так круче. Так, хорошо. А-а-а-а. Вот, сразу цвета оранжевый. Красиво. Красиво. Конечно, красиво. И все съедобно. Красиво. Так, хорошо. Термостатный йогурт. Чем-то можно заменить? Да, в принципе, любой с жижей. Кефир можно? Сок, кефир, молоко, кокосовое, рисовое, соевое. Что улыбается вообще? Любой с жижей. Ну, вообще. Так, а добавлять ингредиенты мы тоже можем пожелать? Конечно же. Это главное сам смысл. Все добавили, закрыли крышкой. А с цитрусовыми можно что-то сделать? Можно апельсин добавить, можно добавить лимон, лайм. Почему мы закрыли крышкой? Ты что, с собой собрался забрать? Нет, у нас обязательно зритель должен смотреть, что мы делаем. Обязательно должен смотреть, как мы это пробуем. А то мало ли что. А вдруг ты пластиковое все принес? Ну, вообще-то да. Маша, держи. Опа, сейчас спалите, да? Итак, сейчас дегустация. Естественно. Слушай. Главное, красивый цвет. Сладенько. Но вкусно? Нет. Ой. Но вкусно. Ну, потому что я немножко добавила это пинат. Все в меру, конечно же. Очень вкусно. Вов, вот мы за кадром перед съемками с тобой разговаривали. Мы спросили у тебя, что такое камбуча. Как громко звучит? И ты, конечно, уничтожил нас просто. Сказал, что вы устаревшие вообще модели человека. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, что такое камбуча и чем же она так популярна сейчас? Чайный гриб. В детстве все пили, помните, да? О, боже. Там штучка такая... Вонючая. Не вонючая, она приятно пахнет. Она заваривается на чай, там вся история. Стоит дней 8-10. Затем, естественно, ее проливают и используют как натуральную, ну как, чтобы пить. Бить сушняк, так сказать. Я не могу сказать. Понятно. Ну, что ты все правильно сказал. Очень вкусно. А что еще можно из него сделать? Что-то можно? Чайного гриба? Да. Да, я делаю окрошку. Салат. Он такой газировенький, как квас кисленький. А можно салат из самого гриба? Ну, можно, но что будет потом? Не знаю. Ну, я тоже не знаю, не хочу рисковать. Подожди, окрошку, чайным грибом. А вообще, если, допустим, выбирать сыворотку или кефир, что-то? Нет, или квас. Видишь, у нас такая темка, типа сыроедческая, поэтому мы делаем на камбуче. Ты всегда говоришь о себе в обножественном числе, как будто рядом с тобой кто-то истает. Ну, вообще, тут мои невидимые друзья. Мои невидимая корона. Вот такая. Да, конечно. Вова, спасибо тебе огромное. Это реально очень вкусно. Наши руки не за скушки. Вот, посмотрите, у нас же как раз на прошлой неделе был день грязных ладошек. Отмечаем мы его сейчас позже. А почему бы нет? Мы любим всякие праздники отмечать даже с опозданием. Да, друзья, если вдруг что-то пропустили или не запомнили рецепт, или просто хотите еще раз посмотреть на Вову, что более вероятно, заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.тв. Прямо сейчас факты спорт, факты погоды, просто факты. А потом вернемся и узнаем, почему лениться, брониться и есть в постели полезно. Продолжение следует... В России увеличится детский возраст, а вредные привычки помогут сохранить здоровье. Друзья, это хорошее утро. Это Нина Манчинская, Маша Грай. Все очень хорошо, прекрасно, радостно, оранжево. В общем-то... А все потому что... Что там? Вы ничего не видели. Вредные привычки. Да, вредные привычки. Кстати, раз уж о них заговорили, сейчас расскажем. Действительно, ученые утверждают, что, например, лень помогает избежать стресса и делает работу человека, работоспособность вообще человека более эффективным. Потому что лень является естественным, защитным таким... Механизм. Да, организм. То есть, когда мы ленимся, мы расслабляемся, забываем про все дела, и, в общем, лень тоже хорошо. Вы знали? Нет, я тоже не знала, но рада. А вот еще нецензурная лексика, оказывается, тоже способствует развятке, снимает стресс. И вот даже, оказывается, водители, которые в проках очень сильно, очень нехорошо ругаются самыми ужасными словами, они, на самом деле, меньше правил нарушают, чем те, кто едет молча. Действительно, был такой эксперимент проведен. Вот, кстати, еще есть в постели, говорят, полезно, потому что человек в расслабленном состоянии заставляет свой организм лучше, быстрее, тщательнее переваривать пищу. Прекрасная. Ну, просто способствует, да. Прекрасная новость. Да, далее сплетни помогают учиться на чужих ошибках и способствуют сотрудничеству людей. А еще, как оказалось, отвлекаться даже от самых важных дел тоже полезно, потому что области мозга, которые отвечают за принятие решений, остаются активными, даже если мы переключаемся на что-то другое, при этом вот это самое отвлечение помогает нам немножко расслабиться и посмотреть на вещи с другой стороны, увидев то, что было недоступно глазу, да, когда мы сконцентрировавшись на что-то смотрели или чем-то занимались. Короче, вредные привычки на самом деле не такие уж и вредные. У тебя из перечисленного что-то присутствует, Маша? Ну, есть на диване, я понимаю, это твое. Я старательно отвлекаюсь и ехать на диване. Да, привычки есть, и вот это как раз-таки я люблю что-то пожевать в постели. Я беру вот такую чашку чего-нибудь, включаю любимый какой-то сериал, и вот так у меня проходят иногда выходные. А я вот по-честному, я ругаюсь за рулем. Я прям кричу не то, чтобы нецензурно, но я злюсь. Да, ребята, я езжу часто с мальчицкой, это что-то страшное. Ну, ладно, про меня, что так долго? Как будто она дальнобойщая. В общем, друзья, я уверена, что что-нибудь интересненькое среди зрелых привычек. Вы себе переключила из себя внимание мальчицкой. Ну, потому что у Юли смелость наверняка тоже есть какие-то привычки. Ну, смотри, с мороженым стоит. У меня, знаете, не только привычки. У меня есть такая вот особенность, если долго у меня в руках что-то вкусненькое, то я это съедаю сама. Поэтому поздравьте меня, я выдержала. Ой, поздравляю вас, девочки, с днем мороженого. Спасибо. Можно есть? Нет, я хочу ковечку. Спасибо, я просто люблю шоколадную. Девочки, сейчас давайте просто возьмите, пожалуйста. Я все время ей уступаю чум-то. Юль, скажи. Поменяйтесь потом просто. Ну, это разве сложно? Лежи с одной стороны только. О, мне твоего достать. В общем, вот, друзья, что случается, если Юля приносит всего одно шоколадное мороженое. Скажи, почему... Почему шоколадное одно? Да. Как получилось? Сегодня нас ждет страшная жара, что ты решила нас немножечко побаловать. Я вообще просто решила поздравить вас и наших зрителей с днем мороженого. И еще, помимо этого, пока вы жуете, я расскажу, что сегодня три праздничных повода. Можете выбирать любой. И мне кажется, они все связаны. Во-первых, день киностудии «Союзмультфильм», день шариковой ручки и день разрисованных ладоней. Но свои ладони я вам не покажу, девочки. Вот, поэтому я решила, что не буду дарить вам ручку, не буду разрисовывать ваши ладони, просто ешьте мороженое, а я пойду поясню, что же у нас сегодня в понедельник случится над нашим краем, на территории нашего края. Ну, друзья, вы помните, когда в пятницу я рассказывала вам о погоде, она такая была, помните, я говорила, девчачья. Ну, собственно, у нас здесь три девушки в студии, поэтому погода по-прежнему сохраняет настроение для девочек. Это значит, что солнышко будет, иногда будет капать, и периодически, друзья, будут проходить облака над нашим краем. И вот эта составляющая не меняется. Это хорошо. Природа, погода постоянно, как и хорошее утро. Поэтому, друзья, здесь смотреть нечего. Видите, облака присутствуют. Они дают те самые осадки кое-где по нашему краю. Давайте посмотрим, какие температурные показатели 10 июня. Вот они. Вот они, видите, стабильность, наше все. Сегодня это девиз погоды, потому что 31 в среднем по краю, по побережью приятнее, 29, 28, 27 градусов. И как раз вот на территории до Сочи кратковременные дожди вероятны, периодически с грозами. В Сочи, в общем-то, осадки не прогнозируются. Но если в горах что-то будет капать, то уж извиняйте. Это такие законы. Далее вы видите, что на восточной части даже до 32 воздух может прогреться. И как раз здесь осадки маловероятны сегодня. В центре и на западе здесь картинка такая же. Все-таки дожди могут быть. Ну и давайте посмотрим, ну вы обратили внимание, что 25 уже прогревается Черное море, 24-22 Азовское, что уже приятно. Открывается купальный сезон. Посмотрим, что в Краснодаре сегодня нас с вами ожидает. Ну вот вероятность есть этих дождей, поэтому мы их указываем. Они кратковременные. Ветер будет менять свое направление с северо-восточного на восточный. Ну и в целом вечером приятные 22-24. Такие, что и мороженое можно поесть, и не сильно оно будет таять быстро. Ну в общем, надеюсь, что девочки уже прямо даже... Вот, я же вижу. Почти. А мы не менялись с нет мороженым, нет? Нет, нет. Мы не такие. Молодцы. Как просто погода прям, да? Стабильная. Ну вот вода, я заметила, в Черном море и в Азовском вообще уже тепло. Тепло. А вот если, допустим, нет времени поехать на море, которые работают и в выходные, хочется купаться прямо в городе, прямо в Краснодаре. Вот о том, как это делать так, чтобы не навредить себе. В душе? Не в душе? Нет? Нет, ага, это слишком просто. Нет, вот как... У меня мороженое, по-моему, везде. В общем, как не навредить себе, друзья, об этом знает врач-терапевт выше категории Рита Хатхи. Давайте хорош смотреть совет. Совет. Язык замерз просто. Доброе утро. В Краснодаре тоже есть места для охлаждения. Что касается детей, они любят купаться в фонтанах. К сожалению, возникает очень много травм, потому что в порыве игры они подворачивают ноги, спотыкаются о что-либо. Этого делать категорически нельзя. Купаться именно вот в фонтанах, потому что это не оборудовано для купания. Что касается взрослых, они также пытаются охладиться, увидели водоемы компании, собрались и начинают познавать именно этот водоем и дно. Категорически, где написано «Купание запрещено», не посещайте эти водоемы. Так как вы можете столкнуться с такими заболеваниями, как лептоспироз, столбняк, это очень опасные состояния, которые приводят к летальным исходам. Если же все-таки вы порезались, какая-то ссадина или почувствовали себя плохо именно после посещения водоема, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение. Старайтесь купаться именно там, где это оборудовано и разрешено. В Краснодарском крае и именно в городе таких мест достаточно. Берегите себя, всего хорошего. Рита, спасибо вам большое. Да, очень сильно захотелось на море почему-то, как заговорили про водокупание и так далее. Но вот круче всего купаться, когда на пляже, наиграешься в волейбол, набегаешься и потом занырнуть. Но вот не везде есть водоемы, в которых можно искупаться, зато побегать можно всем, везде, с кем угодно. И вот в сети на прошлой неделе появилось классное видео. В штате Кентукки полицейские в конце рабочего дня устроили соревнования с местными детьми. Они действительно во главе с шерифом бегали на перегонки с детками. И это выглядит просто потрясающе, потому что люди уставшие после работы не проигнорировали мелких и решили все-таки устроить им настоящий такой забег. Слушайте, какое счастье, когда вот такие вещи происходят. Я прям радуюсь. Ну, вот бы и у нас где-нибудь в стране новость из нашей страны бы прилетела, что вот так вот наши... Ну, есть, есть про такого же героя. Правда, там полицейские стали такими детскими героями. А у нас прям настоящий появился. Да, этому городу нужен супергерой. Подумали в Иркутске и сняли Человека-паука на... Не с крыши сняли, а на крышах, собственно, города. Да, непонятно, откуда появился этот странный товарищ. Передвигался он, как какой-то орынгутанг, знаете, а не супергерой. Ну, все думают, что, наверное, из-за того, что карнавал вот прошел, этот отбился от своих товарищей. Нет, а я думаю, он просто узнал, что у нас теперь возраст, до которого человек считается ребенком, решили продлить до 21 года. Мы совершенно согласны, если честно. Да, и решил все-таки впасть в это детство. Ему, видимо, еще нет 21. Мы тоже, наверное, впадем, да, с тобой в детство? Ну, нет, нам поздновато уже вообще. Ну, давай-ка пойдем, ну, ненадолго, пожалуйста. Ну, вообще, друзья, про 21 год, действительно, первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что действительно обсуждается закон о том, что теперь совершеннолетие будет наступать не в 18, а в 21. Поэтому, если вам сейчас 18, то наслаждайтесь тем, что вы взрослый, потому что скоро, возможно, вы и перестанете им быть, вот как наши шустрики. Да, вот именно это я имела в виду, когда говорила про впадание в детство. Шустрое утро, ты же моя старушечка. Прямо сейчас, друзья. Летом чится к нам навстречу. Отдых, счастье и жара. Просыпайтесь, человечки, веселиться нам пора. Всем привет! Доброе утро! С вами самая позитивная программа. Шустрое утро! Мы сегодня настроены веселиться. Каникулы – это лучшее время для посетива. Какой хороший у вас настрой, Шустрик. А у тебя такой же? Доброе утро, путешественники. С вами я, Шустрик, и мои интересные факты про город Лозанна. Лозанна является удивительно красивым городом благодаря узким извилистым улочкам, напоминающим о славном прошлом, широким проспектам, современными зданиями, символизирующим сегодняшнее время, и зеленым парковым зонам. Главной достопримечательностью Лозанны считается собор Нотр-Дам – самая большая готическая церковь страны. Из других знаковых мест Лозанны непременно стоит отметить средневековый квартал Вильмарше. Здесь туристов больше всего впечатляют старинные домики, петляющие улочки и вычурные фонарные столбы. На этом мне пора заканчивать. С вами был Шустрик. Путешествуйте, друзья! Дорогие телезрители, друзья! Сейчас мы с вами будем отгадывать мультики, но только необычным способом – с помощью антонимов. Что такое антонимы? Антонимы – это противоположности. Противоположности, правильно! И хочу, чтобы вы привели пример. Вот, допустим, солнце. Луна. Луна – молодец! Холодно? Жалко! Супер! Раунд! Раунд – молодец! А теперь ваша задача – отгадывать, что за мультики я загадал. Только эти мультики я буду вам называть в виде антонимов. Итак, поехали! Собака в перчатках. Кошка в сапогах? Кот в сапогах. Кошка в сапогах, правильно. Кошка в модных сапогах. Кот в сапогах. Идем дальше. Одетый нищий. Раздетый нищий. Ну, раздетый, а давай по-другому, как сказать. Вот человек без одежды, он какой? Голый. Голый, а, соответственно, нищий. Голый-богатый. Ну, нищий, а на вершине. Голый-богатый. Вот как царь, только по-другому. Голый-богатый? Король. И все вместе. Голый-король. Голый-король. Браво. Знаете этот мультик? Понятия не видит, что это. Обязательно посмотрите. Так, идем дальше. Бодрая страшилка. Сонная смешилка. Бодрая страшилка. Знаменитый мультик. Спящая смешилка. Ну да, только смотрите, да, есть страшилка. Колыбельная. Спящая. 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 Кто спящая? Царевна. Какая царевна? По-другому, мультик. Красавица. Правильно. Спящая красавица. Идем дальше. Горячая почка. Холодная дочка. Почти. Дочка. Дочка. Это мы не в рифмы играем, мы играем в Антоним. Дочка, дочка. Холодное сердце. Холодное сердце. Правильно. Знаменитый мультик. Слушай, а ты что сказал, что почка Антонима? Сердце. А то есть, по-твоему, дочка Антонима почки. По-моему. Ты молодец, Саша. У почки нету Антонима. Идем дальше. Внимательно слушаем. Телезрители, приготовьтесь. Вниз. Вверх. Правильно. А, это мультик есть вверх, когда на шарах улетает. Правильно. И заключительный. На шарах. День после Нового года. Ночь перед Новым годом. Ночь перед... Старым годом. Нет. Мультик. Ночь перед... Рождеством. Правильно. Правильно. Давай, Саша, пять. Я выиграл. Ралина, давай пять. Да, все-таки выиграл я. Мне кажется, мне кажется, мы отлично справились с этой веселой игрой. Смотрите, игра веселая, правильно? Да. Теперь давайте поговорим на серьезные темы в нашей рубрике. Серьезный вопрос. Радуга – это когда после дождя такая полукруг такой, и на одном, туда невозможно подобраться, но на одном холме там куча золота, а на другом там куча чего-то там еще. Ну, такая вот, как луна. Вот. И там разноцветные. Один цвет, второй, третий, четвертый и так далее. Радуга – это вид жизни, жизни человеков. Чтобы радуга появилась, нужно полить воду в тенек. Радуга происходит, если идет какой-то дождь, в осень может произойти радуга, или в зиму может произойти радуга. А внутри нее, она вообще, я думаю, такая, что по ней можно даже проехаться вот таким вот этим поездом. Внутри радуги, слабо сказать. Радуга сделана из неба и из облаков. Ну, такие радуги, такие специальные красители есть. И радуга, когда мы первый раз ее увидим, нам это кажется, что какое-то волшебство случается перед нами. Я думаю, что если запрыгнуть на радугу, то там будет такой сказочный мир. Она как бы полукругом, и на ней можно проехаться вот так. Но с другой стороны, это как мы будем ехать? Мы же будем вот так вот. И получается, когда мы приедем туда, мы будем уже вверх ногами. Ну, возможно, дотронуться от войны, кто не знает. Они же не могут прям забраться на радугу, только если во сне надеянороги. Дорогие телезрители, наш эфир подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал и Инстаграм. Ссылочка на экране. Кстати, в Инстаграме вас уже ждет новый опрос. А эту программу специально для вас провели Саша, Ралина и я, Денис. А вместе мы... ШУСТРОЕ УТРО! Пока!